Все уже идет. Мы только что пришли из храма сюда, встаньте. Вы новенькие. Вот сидит человек стоит, смотрите. Владимир Машков. Я говорю так, ну подойди, посмотри. Если я говорю так, не лень подойти. Машков. Я рад, что всю жизнь борюсь с самим собой. Это что, говорит, не рожденный свыше. Он не может бороться. Я боролся и этого, который прежде был, я встал на колени в первый раз. Я его сразу раздавил, разметал, распылил, и его нет. Я встал и совершенно другой. Встречи со Христом не было, ничего не было. Все остальное обман. Послание к Римнам, 8 глава 90 стих. Кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Так я причащаюсь, не Его. Я для Бога тружусь, я епископом стал, не Его. Нам не надо спорить, потому что Божий суд будет не наш. Всем надлежит предстательность удилища Христов. Всем. Чтобы получить соответственно тому, соответственно, равной степени, адекватно, то, что Он делал, живя в теле. То есть, тело это не мы. Тело, в котором Он жил. Доброе или худое. 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. Вот сейчас, а они уже опоздавшие. Уже все. Вам придется сейчас 10 раз больше сил прилагать. Евреи говорят, дайте нам ребенка до 4 лет, и тогда делайте, что хотите. Почему? Заложенное. Лет простой. 82 года. И он говорит, что во мне есть, а у него много было, что. Половину этого я получил до 4-х летнего возраста. Всю жизнь учился, я половину не набрал, потому что не до 4 лет вложили. А это нужно нет. Так ребенок бегает, играет. Игресский ребенок, он не бегает и не играет. Он учится. Руководить не семьей, а миром. Его бабка, она не знает ничего. Она говорит, тебе, Исхак, тебе руководить миром. Ты учи, ты не смотри на этих гоев проклятых, скотоподобных. Они ничего не знают. Это рабы, гои. А тебе миром руководить. И, доченька, тоже хорошего мужа найди. Хорошего Путина найди. Медведя выйдешь замуж, Светланочка, и будешь руководить этими гоями проклятыми. Ведь они о нас еще не говорят. Мы от семени скота завелись, не от семени мужа. А почему у них лица человеческие? Чтобы нам, евреям, не было так неприятно принимать дары от них. Чтобы они имели удовольствие принимать дары от нас. Я Шульхана Рух считаю. Их центральная книга. И нам не надо обижаться. Мы достойны этого. У нас была, она не была членом общины, она ходила и причащалась. Фаина Соломоновна, еврейка. И она говорит, данные за 2000 лет. Ни одного не было еврея или еврейки неграмотные. А у нас лик без ликвидации, без грамотности. Специально работали. Мой отец ходил в школу, когда уже полный дом ребятишек было. Бабушка лежу что-то считает. Она буквы считает. Она не знает. Она газету держит перед ногами. Ему руководить миром. И они будут руководить так, пока в Иерусалиме не сядет главный. Никаких президентов не будет. Границ не будет. Денег не будет. Будет один царь, еврей. Из колена данного он дан кем-то. И не просто руководить будет. А с решающей хитростью, с уважением. Как только укрепиться, покажет такую жестокость, которой мир не знал. Что Гитлер, Сталин, как ребятишки маленькие будут перед ним. Это нам говорят святые отцы. Кирилл Иерусалимский. И Прем Сирин много об этом говорит. Златоуст. А это отбросы общества будут. Найди самого лучшего христианина и убей. Лозунг. Нам опасно быть хорошим христианином. Потому что тысячи стрел на нас пойдут. И мы должны это помнить. А я к чему это говорю? А к тому, что в храме, даже в храме не знаете, как себя вести. А как крестишься? Как крестишься? А сейчас показали, как крестится патриарх. А красная линия сразу провела. Показала. А крест такой искаженный, ломанный. Такому маханию руки незримые демоны в рукоплище. Наш человек. Наш. И подряд сегодня крестятся святые архиереи. Вот так вот. Сегодня священник, который выходил. Точно так же. У него плечи нету. Плечи. Вот. Где руки раскинуты у Христа? Где раскинуты? Здесь рук не было. Он не раскидывал. А у вас священие, чувство сердца. Не наши чувства. Крест Христов. Я долбил и долбил. И сейчас пишут. Один человек нам много лет говорил. И теперь мы увидели, что если так сюда, а здесь половина, то вот это меньше половины, чем здесь. Крест перевернутый. Колдуны только так молятся. И сейчас везде стали говорить на шрево, на шрево. Почему? Крест Христов. Господи, ты Господь всей вселенной. Через шрево Девы Марьевы приобрел жизнь. Иисусе Христе. Иисусом тебя назвали. Ты вознесся. Одесной Отца сел. Одесной Отца. Сыне Божий. Помилуй меня. Не здесь помилуй. Вот в кармане. Помилуй вот, где плечо соединяется. Соверши крестное знамение, как положено. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. И поклон сделай не просто такой вот, как кулик на болоте, а так, чтобы рука могла пол достать. Доставать не надо. У меня позвоночник, операция. Ты руку вот так приложи. Вот какой поклон должен быть. Еще неизвестно, удойдет ли по инстанции. Но мы должны и соблюдать. У меня небольшая, кажется, неприятность была. А можно сказать, даже большая. В четверг, на этой неделе, которая сейчас идет, мне поступил перевод из Америки за мои книги. Я пришел получать. А ты, перевод, пришел с Канады. Я пошел, получил там 300 долларов. Какие деньги. Тем более, я к ним не прикасаюсь. Эти деньги у меня просто излишки берут, приходят. Они уходят там на детей, на больных и где-то. Ни один цент, ни один доллар, ни один евро ко мне не пристали. Нигде. Ни разу. Значит, я в этом введя. Это любой подтвердит. А это развернули назад. Почему? Неправильно поставил. А как написано? Нужно. Она на бумаге пишет. Нужно Лапкину Игнатию Тихоновичу. Они написали Лапкину Тихоновичу Игнатию. И поддержи им. Две не сходятся. Я говорю. Ну ладно. Владимир Николаевич. У нас мэр города. Бавань. Он погиб. У него заместитель. Владимир Николаевич Колганов. Начальник тюрьмы. Владимир Николаевич Роснев. Фамилия. Пошел там Владимир Николаевич. Но Игнатий Тихонович один. На весь интернет. На весь почти на миллиард людей. Один. Ну вы знаете, я перед вами сижу. Но Тихонович перестанет. Чего это меняется? Паспорт сходится. Я ничего не мог понять. Ладно. Он пошел. Начальник там. Который мне выдал. Еще он там говорил. Пришел. Не могу. Я говорю. Для вас что. Вот эта там фишка поставлена. Перевернули. Так. Но я тоже остался. Она не сказала Тихону Игнатьевичу. Но также Игнатию Тихоновичу. И на одной буквы не прибавлено. Цифры сетизначными Вестерлиниевыми я назвал. Все сошлось. Откуда пришло показал. Какой там. Не могу выговорить даже. Фамилия такая не русская. Никак. Ладно. Обидели меня. Мы с тобой ездили. У меня свидетель живой. Ни в одном банке не приели. Нигде. И оно уже все расположено. Раз отступилось. Последний раз. Прямо вернули все. Слава Богу. Не тут то было. Вернули бумажки мои. Иди отсюда. Я ничего не пойму. Почему? Один, два, три. Ну когда мы четыре официальные. Да и четыре не официальные зашли. Никто. Оказывается. Шестерка. Которую поставят нам. Она тут идет. И играет роль. Мне уже потом сказали. Ты посмотри. Открой глаза. Посмотри. Я увидел. У ней в этой графе, которая должна быть имя, а не общество. У ней даже на одной боку быть и цифрами обозначено. И она здесь накладывает. А система говорит. Здесь другое. Тихонов еще вместо Игнатия. Система. Ни люди плохие. Хорошие люди придумали это. Чтобы не было подделки. И ничего нету. А кому сообщите. Уезжай в Европу. И замерите. Баба. Баба подошла. Значит все. Тут уже пойдет. Стань на место. К ней притяжение идет особое. В храме заговариваешь и начинаешь. Не надо. Тот, который посылал деньги, он говорит. Брату отдал. Перестать. Не надо еще. Не надо. Это. Не надо совсем. Руки из карманов когда люди здесь вытащили. Посылает брат. А я говорит. Как я с ним свяжусь? Я с ним вообще не переписывался. Я переписывался с Сергеем. А присылает Иван. Но это совсем другое имя. Я теперь что? Звоните туда. А телефона нету. А нас это не касается. А я уезжаю на 4 месяца. Нас это не касается. Я говорю. Они через полгода вернутся в Америку. Нас это не касается. Деньги выдать не можем. Система не выдает. Я свои не буду выдавать. Она должна показать. Все сходится. Деньги выдать. Я говорю. Вот это вот что говорится цифры. Которые там 68 долларов. Это может у меня отдельно. А которые сотнями? Отдайте. Она ничего не слышит. Я ей взятку хочу дать. Она не берет. Не отвлекайся. Теперь. Я взял и скинул туда где был. А он оказывается смотрит. Следит. Брата. Он сразу откликнулся. А что? Такое дело. А я сейчас пойду сделаю. Я говорю. Я здесь спросил. А нужно отчество? А можно без отчества? А потом пошел. Они говорят отчество обязательно. А он уже пошел. Сделал. По этому адресу все сделали. Переделали. Он вышел довольный. Смотрит. Отчество. Так я же сам сказал. Вы же говорили что не надо. Я говорю. Мне говорили. Я говорил. Виноват. Он опять возвращается. А они опять переделывают. Ну а на следующий день. Я прошу Сергея. Вези меня. Хоть в том банке мы не были. Фордбанк. А там каютки маленькие. Думаю. Незначительные. Она ни слова не говорит. Она отсчитывает мне 1100 долларов. Это уже деньги. Я ей говорю. Так. Мне нужно вас снять. Я тоже. Ну что вы там. А то никакие. Молоденькая сидит. Улыбается. Я сразу достаю вот этот аппарат. Направляю на нее. Огромное окно такое. Это все заснято. В интернете будет стоять. И она считаете заново. И она начинает считать. Один. Два. Три. Одиннадцатый. Я говорю. Теперь возьмите вот так вот. Веером. Мне покажите. Что видно сотельное здесь. Она тут же берет и улыбается. Показывает. А я ей говорю. Запрещается снимать только в пяти местах. В пяти. Первое. Самое важное. Когда закрытое заседание Государственной Думы. Закрытое. А так все снимает. И как дерется. Бежириновский. Женщина. Заволось. А то таскает. Об стеночку. Гладит. Это можно. Второе. Военные корабли. Суши из военного корабля. Это запрещается. Таможня. Как только вошел. Таможенное пространство. Третье. Четвертое. Министерство газофикации. На мне надо спорить. Почему? Что? И электрификации. Пять. Все. Дальше. Третье. Статья уголовного кодекса. Падает на тех кто запрещает. Сразу пятятся люди. Дальше я говорю. Там двадцать седьмой. Гражданский кодекс. Я снимать могу везде. Судались на меня даже. В магазине. А я запрещаю. В администрации в одной. Я говорю. Вы не можете запрещать. Я сейчас суд подаю на вас. Вас заставят выплатить. Сейчас потерял время на вас. Сразу. Ну ладно. Снимайте. Я с ней снялся. Дал ей визиточку. Поговорили. Я пошел. Сергей ждет. Все. Кончилось. Там. Система. Человек меня пропускает. Я вам сочувствую. А он не может. Система не отдает деньги. Гропа. Там цифры стоят. Мы уже за шестерены все. Это мне. Когда там рассказали. Я думаю. Эх вы. Что ж вы молчали-то? У меня сегодня такая же история здесь была. Уже здесь потеряете. А почему вы молчали? А почему не молчали? Ну почему вы мне не сказали, знатоки? Здесь у меня работает интернет. Я привожу свой интернет. Стационарный. Большой. Все. И вот это в прошлом году купили мне новую плешку. Долго не могли. Купил специалист большой. Ну. Уезжай. Я ее выдерну. Здесь она где у меня закрыта. Там дождь не попадает. Такое блюдо. Положил ее в стол. Приезжай вставлять. Мне говорят. Подожди вставлять. Где она у тебя была? Здесь. А вы звонили там, чтобы они знали, что был уезжий? Нет. Да вот сколько месяцев она у вас лежала в столе. За каждое месяце теперь с нее он вздевает. За каждый месяц. Я 8 месяцев в городе был. Да почему же вы мне это не сказали-то вы? Вам трудно сказать было. Неужели трудно было сказать, что нужно им позвонить. Специалист делает. И они его поставят на блокиратор. И сейчас открыли. У меня там деньги были. А она уже все сожрала. Володя тоже не знал. Я говорю. Раз там денег кинул. Сколько там? 800 рублей. Гляжу денег нету. Я второй раз оказанно за зимуши накрутил. И вернуть не с кого. Никого нету. Цифры. Теперь что единственное что? Я ее оставляю. Симку выкинуть. Новую купить там 250. Ну 250 это мои. Когда я каждый рубль берегу. И вдруг. Понятно. Это сегодня у меня все огрели. Я попрошу тебя. Поговори с одним человеком. Заговори об Александров. И скажи правда это или нет. И почему меня никто не предупредил. Он никакого отношения не имеет. Его знания мне нужны. Он большой авторитет для меня. Поговоришь? Поговоришь? Вопрос еще. А можно ли вам дать заявление где вы докажете что вы в это время отсутствовали? Я могу доказать. Я работал на стационаре. А у них это не учтено. Это не учтено у них. Это не учтено у них. Система. Вот они ко мне сказали. Вот здесь вот кололи быка. Ну все едят шашлык. Купили быка. Выводят это ножом. Ну вот в момент когда быков нож перерезали в горло. А я выставил все снял и выставил. С меня сразу докажут на блокиратор. Замечание на три месяца. Еще второе. Весь кололи уничтожаются. Это идут. С ютубом шутки очень плохие. Но я говорю. Я что сделал то? Я сам против. И я говорю что вот это что убивает скотину. Это не будет на суде. Написано скотина. Вся скот вздыхает. Ожидая восстановления сынов Божьих. Этого не будет воюх. Как первое животное было их. Никто не убивал. Первое когда Господь убил дало одеяние. Не слушают. Я не виновен. Я совсем не. Ну уберите это. Уже все. Уже зафиксировали. Уже люди это смотрели. И я три месяца должен дрожать и сидеть что ничего не было. Нанимаю специалиста. А у меня 15 тысяч 500 роликов. Я говорю промолоти все. Посмотри что подобное это ездит. Ничего больше нет. Я говорю нету. Но под подозрение могут попасть там 150 роликов. Где то сказал ребенку там это. Они за это привязываются прямо. Ребенок несет воду. А почему эксплуатируете ребенка? У ребенка отца нету. Я коллега. Я его кормлю даром. А для нас это не надо. Ребенок не должен ничего делать. Они готовят кадры для антихриста. И спрашивать не с кого. Никто меня слушать не будет. Ты знаешь в храме что нельзя разговаривать даже шепотом. Я разговариваю с человеком. То есть успеваю сразу направлять. Ты слышал это? Ты могла сказала ладно ты не знаешь. Она не так. Ну выйдешь потом говорит. Зачем ты сразу ее дернул? Я спрашиваю она уже затаилась. Она уже камень держит. А виновен я что начинаю ее управлять. В храме не даже раз. Я показывал правила. Каждое правило откуда взято. Какое место писания. Какой собор. Не просто так. Он пришел. Вот сейчас стоит. А это кто стоит? Морские пехотинцы. А у нас написано ноги должны быть вместе. А почему? Кто это говорит? Говорит тот-то, тот-то спиридон. Жития святых. Мы правильно все это внесли. В обиду ему. А это не должно быть в обиду. Услышал все. На молитве только так держать. Так полицейские стоят. Мне пришли на молитве. А я не могу. Я не могу стоять. Нога больная. Вторая подворачивается. Это не важно. Я должен делать. Поклониться после операции на позвоночник. Я не могу. Я не могу руку поднять. Я каждому говорю. Я хочу, но не могу. У меня руки выверщены. Меня пытали. Я вот так руку подношу. Все равно. И наклоняю. И наконец хрустну на что-то. И я стал кланяться. Бог знает, что я страдаю от этого. И он мне сделал то, что не должно было быть. А у меня есть рука. Смотри, как доносится. И поклон. Могу. А вот в этом месте. Ровно через 9 дней. Будет мне 80 лет. А почему? Я не поддаюсь. А это если где-то больно. И она сегодня идет. Взяла табуретку. Никто не спрашивает. И поставила вот проход. Проход. Прямо в проход. И села ее поднимать. Это надо краном. Проход. Зачем она в проход встала? Другого места нет. Запрещено, не запрещено. Именно в проход. Прямо посередине прохода в двери. Я ее поднимаю. А она нет. А люди-то видят. Я плохой. Она очень хорошая. Почему? А дьяволу отродю. Она будет своих видеть. Что я сделал не так? Я ее поднимаю. Давай табуретку убери туда. А то говорит. Нет, не надо. Ей не надо. Я табуретку вынес тогда. А эти стояли. Ну и вы видели. Я сразу взял табуретки туда перенес. Садись. А то сразу разговаривалось. Смотреть не надо. Ты можешь спать. Но стой. В нужном направлении. Новиков прямое описывает. Когда уходили комарики. Они там нехорошие дома ходили. Ну корабль когда останавливался. Ну и бывает. Матросов нету. Пять человек нету. Капитан самый шел. И о. Лежит. А это кто? Никишкин. Ты смотри сукин сын. Головой от корабля. Удрать хотел. Но вино помешало. Ага. Забрать его. В кастер. А там нашли кто? Петрушкин. Лежит. Руки распасала. Головой. О молодец. Не дошел. Мино помешало. А шел правильным направлением к кораблю. Так. Осторожно. Принесите его. Обмойте. Чтобы он даже не знал что его взяли здесь. Нам кажется смешно. А в этом смысл заложим. Так. Не позевать. Или позевать. Позеваем и рот закроем. О. Позевай. А теперь щихнуть. Ой. Покажи платочек. Ну ладно. Я сегодня говорил только. Правильно. Четыре платочки должно быть. Где платочек? Четыре. Платочек. Так. Давай щихнем платочек. Все. Все здесь. Не так как Жириновский. Все время нас вытирают. У него руки сопливые. С ним взорваться нельзя. Нету. Так. Будете вместе на молитве. Никакого труда в этом нет. И вы. А почему я должен так? Четчанкать. Ты пришел сюда. Ты, говорится. Должен бы соблюдать. У нас дресс-код свой. Вот это человек. Сука. Украина. Работает юристом. Где-то углядали. Может тебя неправильно? Подправь меня. Правильно. Нажал тебе. Сергей Егорович Игнатов. Ну очень близко с ним. Он ни разу, нигде, ни одного слова не опроверг. Когда говорит, что он такой, а я виноват. Все. Я ваша духовная щада. Вы мой духовный отец. Юристом работает. Уже не один раз приезжает. И теперь Бог нас так сродил. И каждый раз ищет работу. Ему не надо много раз говорить. Один раз сказал. Больше, чтобы не путешествовал. Не в нужную сторону. В нужную сторону шел. Так же, если бы упал под рюкзаком. Но направление было правильное. Маленьше бы как застать его руку. На 20 километров. С каким рюкзаком приволокся. Так. Теперь смотрите. Однажды. Володя, если я говорю о ногах. Показывать ноги нужно. Однажды впереди меня стоит человек. Один. Это когда-то. В другое время. Он маленько погорел. Смотри на меня носки. Проходит маленькое время. Опять. И вот так. Вон еще нет. Ну когда вышел вот так вот. Я говорю. Друг. А зачем ты так делал? Чего делал? Ну вот так. На носках вот так. А что? Это блудная лихорадка. Да вы что? А я всю службу о блуде думал. Он о блуде думал. А я этого не знаю. Я сзади видел-то. И это все мы здесь уже разбирали. Вот так. Никогда этого не делай. Не позорь себя. Никогда. Пятки вместе. Все. Я перед Богом. Вы видели как у Мазолея у мертвого трупа стоят? Как они? Они остановились. Говорят. Смотри. Как живые стоят. Прямо. Граждане проходите. Не останавливайтесь. Он даже глазами не повел. Старается что когда служат, что двое были похожи друг на друга даже. Граждане проходите. Володя я не понял. Который впереди стоял. Мужчина. Молодой. Кто это такой сегодня был? Видимо со священниками приехал. А. Ну может быть. Такая оборотка. Вот смотрите. Мы сейчас подбили на исповедь. Я подбил на это. Три сестры. У нас не принято. Четыре раза в году. Тут приезжают архиереи. Батюшка не доволен. Что ради архиерея? Батюшка тебе не надо решать. Мы решаем. Написано исследуйте себя. А не ты нас исследовать должен. Ну тогда иди причащайся. Тоже не годится. Мы признаем исповедь. Батюшка сейчас в другую комнату завел нас. Ну и начал разгонять всех. Чтобы никого не было. А они трое остались. Одна заплакала. То другое. Мы причащались недавно. Я говорю. Мы все время готовы. У нас волосного ничего нет. Мы готовимся встретить Христа. Приезжает архиерей. Он не просто архиерей. А в его лице мы видим самого Христа. Который зовет нас на трапезу. Первые христиане причащались каждый день. Ежедневно преломляли хлеб. Ежедневно. Мы получили из Греции четыре раза в году. Четыре поста. Но тут приезжает архиерей. И в прошлый раз архиерей приезжал. Это же самый митрополит. Так. Стань прямо. Стань. Не дергайся. Иди сюда. Стань бабе Галю. Иди быстренько. Тетя Галя. Она не может одну минуту. Ты всю службу спала. Я тебе никакого замещания не делаю. Ну хоть навалите. Ты можешь сейчас не дергать. Никого не шпинять. Надежда Васильевна. Время близко. И мы должны быть готовы. Если мы расслышали голос Божий, мы должны Бога возблагодарить. Я ничего не придумываю. Мы так молимся. И же херувимы тайно образующие. Я говорю, а что означает? Ну там херувимы образуют. Мы, стоящие на служении Богу, из себя прообразуем херувимов. Мы артисты. Артисты. Я говорил сегодня, одна там привязанная материя. Там хлопает, стоит. Ветер со всех столов поддувает. Нашивает. Но все равно ты не херувим. Хочешь, что тебя поздравишь? Давайте. Вы знаете, встречаюсь иногда. Крестик на виду видно. Так. Ну, матушка Елена. Сколько у вас прихожан? Грудь вот должна быть закрыта. Смотри как. Значит, пришить сегодня, чтобы грудь не видел. Вот. Смотрите как. На меня смотрю. На меня. Грудь должна быть закрыта. Еще раз говорю. Пример для нас мусульманцы. Это прямой пример. Мы пришли из храма, и мы многому научились. Это школа. А где-то, нигде. Не в одном храме. Порядка нету. Это я не придумал. Это так и есть. Теперь. Девочка выводила. Это пошла в глухонемых знак сигнала. Показала-то собака. Показала-то овечка. Одна. Овечка. А вот только вот. Все. Вот так стукнул. Все. Пошел. Я пошел в туалет. Это выводит. Кого она выводила? Вот эту. Почему заранее не приготовились? Я каждый раз говорю. Перед богослужением должны поспать. Отдохнуть. Я-то накрутилась. Будешь спать. Завтра домой отправляешься. Мне такой работник тут не нужен. Ой, ну немножечко-то можно. Я с тобой не разговариваю. Отдельно будем говорить. Когда начальник говорит. Подчиненный должен только молчать. Руку положи на устах. Положи руку вот так. Рот. Ног на рот. Вот так ты стоишь пока. Видишь, еще дрожится. Понятно? 50 лет занимать. Ну ты положи. Вот смотри. Вот просто мне скажи положи. Я говорю вот. У нас была одна девчонка такая. Не слушается. А приехала дома. Я говорю, до столба добеги. А почему я должна бежать? Ну добеги и вернись обратно. Никак. Теперь стой на месте. Говори мне. А что я должна? Ну скажи. Баба Валя стоит коневая. Ну скажи ты мне да. Я бегом добежал. Вернулся. Так я унизу от себя. Теперь скажи ползи. Я доползу и вернусь ползком. И что? Ну сразу расставились с ней. Она уехала. Зачем? Ты самое простое не можешь сделать. Вот у нас была тетя Тоня. Она среди ИПХ находилась. Есть на пронославных христиане. Подпольщики. Тихоновцы. И она говорит. Она такая. Послушная. Ее от четырех детей выгнал муж. Через топор перескочила. И больше домой не запустила. Перевел в любовницу. И вот она там молилась со своими старцами. И вот одна ей говорит. Тоня. Вот. Я гляжу у тебя. Чего ты не начнешь? Все у тебя получается. Почему у нее не получается? А который над ними был старец там. Спиридон. И он говорит. Мать. Войди-ка сюда. Это чья печь? Он там говорит. Как чья? Наша печь. Дойди до нее обратно. А зачем? Ну дойди обратно. Мы, говорит, сидим тут на скамейках-то. Дойди обратно. Ну еще надо мной смеяться. Мне уже 75 лет. Я тебя прошу сходи. Да это мой дом. Я тысячу раз схожу. Я сейчас прошу дойди. Ну ладно. Разношу вас. Я больше ничего не просил. Тоня. Дойди до печки туда. Слушай, спасали. Разница есть. Вот так у тебя вся жизнь идет. Она сто раз перед всем. Ну трудно тебе сказали. Трудно? Нетрудная. Нетрудная. А вот такие люди, которые не слушают, они прокаженные. Один сирийский начальник, нееман, захватил в плен девочку. Неизвестно какая девочка. Может быть вот такая вот. Она в храме не спала, не танцевала, не бегала. А он прокаженный. А она хозяйке говорит. У него проказы и они лечат. Он говорит, знаю. А у нас в Израиле есть один человек, звать его пророк. И он скажет. И проказы и зайдет. Она ему сказала. Он говорит, а где он? Он там-то живет. Его зватили сей. Он все равно сам набрал подарков, караван и туда. А тот его даже не принял. Мне это не надо ничего. А он уже думал, вот он. Я думал, он выйдет, помолит, все, руки положит на меня. А он говорит, сейчас пойдешь домой. Там я отдам. Семь раз опухнись, а выйди опять. Потом опять в воду. И он пошел разгреблен. А что у нас? Свои отпад привлекать еще там хуже, что ли? Хуже, чем я отдам. Многие вместе на молитве. Сразу по-другому щелкните. Слушаюсь, сделайте. Столько раз. Все время настораживайся, чтобы многие не разрешались. А в слуги ему говорят. Я представляю. Он начальник снимает с тебя эти погоны, костюм, ордена гремят. Он подошел в боту. Слуги смотрят. Каково ему? Окупаться надо голову. Окупаться в шубе не купаются. Он окупнулся, вылез. Какой был? Ну, где его исцеление? А сколько раз? Сказали, семь раз. Ну, надо же. Ну, пожалуйста. Все слуги уговаривают. Он опять залез, вылез. Пять, шесть раз. Все больше и больше тут. Лепра не лещится. Один японский ученый медсуда звать его. Какую-то вакцину изобрел. Сейчас. И то это очень трудно. Проказа. Она изъедает до костей. Рот проваливается. Язык уговаривается. Ничего нет. Когда он седьмой раз нырнул, то обновилась кожа, как у младенца. Вот такая чистенькая. Все. И это вошло в историю. И Христос говорит, сколько было прокаженных в Израиле. А почему никто не следился от сирийских враждебного государства в Сирии? Почему? Да что они, язычники, лучше нас. Я спрашиваю, почему? А когда Господь говорит в лето, Господь благоприятно считает. Иван говорит, такие все сказали, это благодать Божия. А когда он стал говорить, говорит, а во время Ильи пророка прошел всю страну Израильскую, Сидон пришел, Сарепту Сидонскую, другое государство. И там вдовы остановился. И еще решил ее проверить. У тебя мука есть, горсть одна в катке. Испеки лепешку, и меня накорми. А у нее сын. И она не сказала, как я там, в локадном Ленинграде. Кто ты такой, игорист, тебе? Он ее испытал. И она сделала. Он говорит, так, три года будет еще засуха. А у тебя в катке все время мука будет. И она берет, и не уменьшается масло. Ну, сказка есть такая, вари горшечек. Она не знала, что сказать дальше. Это то, что мы сегодня узнали. Богу нашему славу. Аминь. Левой рукой, да? Левой. Видишь, как дури. Иди заступайся за нее. С тобой отдельно будем говорить. За стол. Садимся. Помолимся? Заходи. Игнатий Иванович, говорят, не молились. Давайте молимся. За стол. Господи, слава тебе. Господи, хвала тебе. Очень всех на тебя, Господи, уповай. Ты даешь им пищу во благовремени. И отверждаешь, что ты щедро в руку. Ты исполняешь всякое животное благоволение. Слава отцу и сыну и святому другу. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Если садишься за стол и нет поклона, в пустую прошел. Холостой выстрел. Садимся. Ешьте до света. Достол не облакачивается. Чашки. Чистые. Бублики опрокинутые. Я прощаюсь, прошу прощения, что вы меня понимали, как вы это говорили, да? Я действительно. Я не знаю, как я тебе говорю, конечно. Нет, нет. Вы меня остановили, потому что я кто-то сказала на ухо. Лере. А я сказала следующее. Вы рассказывали про это, как вы бумагу эту исправляли, да? Из конца. И люди вас слушают и улыбаются, но не слышат. Не отвечают вашу проблему. Я ищетнула. Почему западный мир весь люди нервные, люди в замоке? Потому что у нас каждый шаг вот такой исправить, переправить, опять обновить. Доказать. И доказать нельзя. Все бьемся в окна, а в ответ улыбки, американская улыбка, а это биороботы. Да. Это новость уже исчезает. Биороботы. Нет, о чем она подошла? Она говорила тебе о том. Нет, я сказала Лере, чтобы она узнала в храме, про это, что мы живем... Нет, в храме, в храме сказалось. Я про храм говорю. Нет, не сейчас. В храме она подошла, помнишь, что-то там нашептывала. А то не сзади она в храме. Даже шепот. Я от этого говорю и все правильно. Но в храме ни слова. Так, скамейку подальше от нас. Подальше. Чем дальше, тем тебе удобнее будет здесь. И отобей там дальше. И больше я не представляю тебя. Давайте, смотри же. Господи Иисусе, Христе Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Садись. Аминь. Садись и уходи. Не может, сверху, соль. Так что-то не хватило? Нет.